Можно? Вы знаете, моя жизнь очень насыщена встречами, путешествиями, событиями. Это не потому, что я это выбирал. Я все-таки стал верить уже вот посидевшим состояниям, я стал верить в некую судьбу, в некую начертанность какого-то пути у каждого индивидуума, который что-то хочет сделать. Или в творчестве, или в производстве, или в ремесле и так далее. У меня было несколько поворотных моментов. Первое, то, что я услышал в городе Мытищи, учащий в школе, пластинку «Битлз», и я услышал голос именно Джона Леннона. Почему? Я стал интересоваться его судьбой. Он на самом деле мог быть кем угодно. Не обязательно музыкантом, певцом, композитором, поэтом. Он в большей степени для меня поэт и харизматичный артист. Но этот человек, я почувствовал, очень хочет высказаться. И я понял, что желание высказаться, оно во мне бурлит с детства, оно было бессознательным. Потом я встал на рельсы музыки. Почему? Это единственный вид искусства, где не надо рассказывать и комментировать, а просто убеди вот этой радиоволной, звуками, чувствами, флюидами. Это какой-то такой секретный код товарища очередного да Винчи. Поворотный момент у меня в жизни был, когда я в 86-м году с Аллой Борисовной Пугачевой, где я 30 лет с ней, вот, в Рецстале мы вместе с ней выходили на сцену, попали в Чернобыль. Никто не знал, что такое радиация. Был Советский Союз. Была такая благолепная ситуация, никто ничего не понимал. И я через три года стал умирать. У меня была клиническая смерть, и ни один антибиотик не помогал. Я пришел к Джуне, к великой нашей Джуне, и сказал, что я умираю. Она меня вытащила оттуда. Я перестал быть синим, я до сих пор живу. Это великая женщина, она мне стала другом, сестрой, спасительницей. И вообще, к сожалению, Царствие Небесное, она вот буквально недавно ушла из нашего измерения. Так вот я к чему? Вот такие краеугольные события, они меняют личность. И я точно знаю, что меня поменял и Джон Леннон, и группа Лидзеппелин, меня поменяла радиация, и Джуна. И я после того, как ушел в клиническую смерть и вернулся, и живу сегодня, я стал совершенно другим человеком. То есть не несчастье, не несчастье меняет человека, а время X, момент X, когда ты вдруг имеешь возможность хотя бы ненадолго оглянуться, оглянуться, осмотреться. Потому что жизнь – это зазеркалье. И сам себя ты не видишь. Вот свое отражение. А вот те несчастья и те события в музыке, они позволили мне сравнить себя с чем-то или с кем-то. Или оглянуться с чем-то. Мне кажется, что такие события в моей биографии, они меня изменили. Я стал писать музыку, я стал писать книги, я стал писать сценарии, я стал выступать на сцене. И меня не остановило даже то, что я еще в то время концертировал с Аллой, но я уже занимался и режиссурой, и получил тефи. Понимаете, череда событий почему? Я смог на себя посмотреть со стороны. И не каждый человек в спокойном состоянии жизни может себе позволить оглянуться и на себя посмотреть со стороны. Мне кажется, вот это и есть главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...